Мы самое последнее поколение эволюции. На столе обязательно должна стоять ваза с бананами или мандаринами. Вау, какая натуральная вся классная штука. Ну, из того, что мы нарисовали, это сильно отличалось от того, что изначально предложил мне дизайнер. Маркетинговое реалити-шоу. Мне нравится. Здравствуйте, дорогие телезрители. С вами Павел Лебедев. Рядом со мной Виталий. Виталий, привет. Привет. У Виталия компания, которая занимается производством септиков. Это очистные сооружения для загородных домов. Задача непростая. Нам нужно придумать способы, как ему за неделю сделать свой стенд намного круче, чем у конкурентов. Он уже договорился о том, чтобы можно было принести туда целый септик целиком. Но наша задача, и вот примерно вот так выглядит сейчас вот этот вот стенд. Мы его зеркально отразили, потому что он будет плюс-минус вот так стоять. Но теперь наша задача сделать так, чтобы этот стенд был мега крутым. И люди после того, как посмотрели его, они захотели просто прийти, все узнали про септики и добавили их продукцию в список покупок для своего загородного дома. Так? Все так. Все. Супер. Так что смотрите и не переключайтесь. Смотрите до конца. А потом мы постараемся даже показать, как все это получилось на выходе. Так что оставайтесь с нами. Итак, дорогие телезрители, смотрите, что нужно по стенду. Стенд у нас получается следующим образом. Вот эту часть задняя, которая дальше всего, мы ее делаем имиджевой. Тут у нас будет красивая девочка. Ну да, вот она как, вот эта вот девочка. И будет у нас еще экран, на котором будут крутиться видосы про наш завод, про производство и так далее. Это вот имиджевая часть, она чуть утоплена вглубь. Здесь еще у нас будет стоять комод, в котором будут спрятаны вещи. Желательно, чтобы лицо человека, оно было где-нибудь здесь. Вот, видно, но не загораживал его монитор. Это важный момент, но в остальном там все красиво. Вот эта часть, поскольку тут будут проходить люди достаточно много, и они вот это заметят. Здесь бы я сделал схему, которая будет называться эволюция развития очистных сооружений или септиков. У нас схема сделана вот таким образом. Мы показали по одной оси стоимость обслуживания в год. И вот от нуля до максимальной, а здесь, по этой стороне, мы показываем частота очистки. И в принципе у нас всего три категории. Там первая, вторая и третья. Но по большому счету мы можем показать в каких-то показателях. Но нам не критично, чтобы это была реальная ось. Нам просто нужно, чтобы они секциями были. И дальше мы показываем, что вот яма, потом она перешла в кольца. Из колец получился первый септик, но у него частота очистки была не очень. Потом получился там топаз, еще кто-нибудь. А потом мы собрали все самое лучшее и взяли, сделали из всех, которые были на тот момент, мы сделали самый крутой. То есть, чтобы было очевидно, что мы самая передовая разработка на текущий момент. Вот этих вот я бы убрал отсюда, чтобы они не отвлекали от нас. И мы таким образом показываем, что вот мы самое последнее поколение эволюции. Дальше эта схема. Она должна быть подсвечена еще следующим образом. Чтобы мы были видны здесь, как на самой яркой, самой контрастной области. Вот эти все, они должны быть засерены. Это еще более засерены и еще более засерены. Чтобы было очевидно, где хорошо, а где плохо. Потому что обычно на графике кажется, что хорошо это вот здесь. Чем выше оба показателя. Но у нас это стоимость обслуживания. Поэтому нам нужно подсветить, что вот это вот самая хорошая область. Это важно. И мы делаем, получается, два графика. Первое – это стоимость обслуживания. Второе – это просто цена. Чтобы, опять же, и менеджер мог показать, и сразу конкурентный анализ сделать для клиента. И человек понимал, от чего это зависит. Противоположная стена, она посвящается вот как у нас здесь есть. Развертка нашего септика, как он работает и так далее. Ну, вот это, наверное, ключевое. Потом, что еще мы сделаем для того, чтобы ваш стенд заработал. Ваш, твой стенд заработал, да? Значит, мы на стенде размещаем целиком бочку, вот этот септик в разрезе. Еще раз, у нас по вот этой части разворот смещается сюда или нет? Да, разворот, он смещается вот сюда. То есть, он занимает только… Так же, люди две секции просто… Да, не три секции, а две секции. Вот эта смещается сюда, ну, а вот эту свободную секцию мы занимаем здесь для самой цепляющей информации. Вот эту бочку мы перемещаем сюда, столы и стулья сюда. Потому что нам важно, чтобы менеджеры, когда они устали, они не сидели, спрятавшись за бочку. А здесь будут ходить очень много людей, там гардероб, а здесь вход там дальше. Поэтому нужно, чтобы они сидели на самом краю и они всегда были на виду. И если человек хочет, он к ним подошел. На столе обязательно должна стоять ваза с бананами или мандаринами. Это фрукты, которые человек может взять. Причем их всегда должно быть больше. Она должна быть прям переполнена вот этими вещами, чтобы человек мог подойти и взять. Неплохо, если рядом будет написано «Возьми банан» или просто «Возьми банан бесплатно». И это мы напишем, например, вот на вот этих флажках, которые здесь. «Возьми фрукты бесплатно». Чтобы человек, который захотел есть, а он захочет есть на выставке, он подошел и взял бесплатно, он за это будет благодарен. И, скорее всего, ему просто захочется чуть-чуть как-то вернуть это обратно вам, и он постоит у вас и поговорит с вами. У него от этого будет гораздо больше желания с вами общаться. Здесь на флажках, которые выноски, это такие где-то 20 сантиметров, 15-20 сантиметров, такие вот вертикальные флажки, которые мы крепим к самому стенду. Вот сюда мы их крепим, да, и вот сюда, и сюда, и вот сюда мы их крепим. Они сделают так, что стенд чуть-чуть более увеличен, и он будет заметен издалека. Таким образом, человек, когда проходит, он увидит. Здесь мы пишем какой-нибудь крутой, офигительный факт. Мы сделали септик в 10 раз дешевле в обслуживании, чем когда-либо. И как раз вот схема, которая это показывает. Здесь мы пишем, мы сделали септик, который можно монтировать, что-то твою технологическую фишку мы показываем. И вот ее сюда ставим. И вот у нас получается 4 факта. Призыв к действию взять фрукты. Нам не жалко, мы можем бананов накупить огромное количество, они у нас будут храниться в этой тумбочке. И потом на вот этой бочке мы делаем такие воблеры. Это называется воблер. Он крепится на двусторонний скотч, прозрачная такая пленка. И вот здесь вот кружок или квадратик, здесь должны быть написаны ключевые факты про вот эту бочку. Например, что она сейчас заполнена водой, а обычно нужно монтировать одновременно и песок, и вода, иначе бочка лопнет. То есть у нас материал запачен по прочности есть. Плюс у нас нету там никаких шлангов и всякой этой херни. Поэтому дешевле об обслуживании, меньше проблем с перекачкой того-сего 5-го, 10-го. Там еще один момент. У тебя там два компрессора, да? Зачем это? Про каждую штуку рассказывают. Да, что у нас насос. Это насос не китайский, а насос какой-то там такой. У нас компрессор, он здесь. Мы внедрили сюда внутрь этого септика всю электрику и всю ерунду, чтобы не выносить ее обратно, чтобы не было. Потом у нас нету никаких изгибов и так далее. Это значит, что они не будут забиваться. В общем, все то, что ты мне рассказал, насколько ты заморочился с этим продуктом, расскажи здесь. Чтобы вот эта штука, она висела как новогодняя елка, а напичканная вот этими бирками. Чем больше, тем лучше. Да. Ну, в разумных пределах где-то штук 8 можно повесить. 8. И они должны быть желательно с желтым фоном, чтобы они цепляли прям очень хорошо. Несмотря на то, что у тебя все в зеленых цветах. А он черный будет вообще все в стиле. Оно черное, эти штуки желтые. Будет хорошо. Покрытие на вот этом стенде должно быть трава искусственная. Они продаются в Leroy Merlin, стоят очень дешево. Но, тем не менее, это офигительная вещь для того, чтобы человек такой, вау, какая натуральная вся классная штука. Потому что ощущение будет сразу очень хорошее. Даже если это будет очень дешевая трава, она будет все равно нормально смотреться. Что еще можно сделать? Можно повесить, будет вот такие вот простенькие уголочки, флажки наверх на стенд. Но это я не знаю, там можно или нет. Но, в общем, попробовать просто, чтобы эта штука еще больше была. То есть, вот это все очень эконом вариант для того, чтобы он привлекал и запоминался. Ну вот, примерно так. Ребят, дорогие телезрители, если вам понравилось, да, поставьте лайки. Вот, Виталий, расскажи обратную связь. Какие у тебя впечатления? Задача была действительно решить вопрос из расчета минимальных расходов. Очень маленькая площадь самого стенда. Нужно было, как говорится, выкрутить на максимум. Это большое преимущество, что мы смогли договориться притащить туда живой экспонат. Полный его размер, 100% его размера. И заполнить его водой. Ну, действительно, мы договорились с выставкой. Оставалось только действительно обратить на это внимание всех посетителей. Ну, из того, что мы нарисовали, это сильно отличалось от того, что изначально предложил мне дизайнер. Без надлежащего технического задания все это основывалось просто на личных ощущениях. На нашем чувстве прекрасном. Как ты думаешь, шаг это повлияет в итоге? Ну, и какие для тебя сейчас были выводы, инсайты? У нас с тобой была задача обратить на это внимание. Но все выглядит так, что должно получиться. О результатах мы, конечно, скрывать не будем. Расскажем мы, во что это нам выльется. Сколько это будет стоить и сколько это денег принесло. Кстати, это будет очень интересно, если мы с тобой запишем потом и ты расскажешь. Да мы на стенде запишемся. О, круто, давай. Вообще огонь. У нас будет это реалити-шоу. Да, как минимум. Маркетинговое реалити-шоу. Мне нравится. Поставьте лайки, поделитесь этим видео с вашими друзьями, кто работает на выставках. Наверняка вы найдете для себя крутые идеи. Например, корзину с фруктами я вообще всем рекомендую. Не знаю, почему до сих пор люди пичкают людей других конфетами и какими-то жвачками вместо того, чтобы закупить нормальные фрукты. Надеюсь, все это сработает. Субтитры сделал DimaTorzok